Адай Смуратов на прием граждан приехал одним из первых вместе с единомышленниками. Они записались на беседу главе региона. Все они люди с инвалидностью первой группы. Им каждый год положено санитарно-курортное лечение, но в санатории им необходим помощник. Однако средств на его поездку у особенных людей зачастую нет, а бюджет это не оплачивает. Для того, чтобы поехать в санаторий, мы вынуждены покупать вторую путевку для сопровождающего. А с нашим пособием невозможно покупать, потому что она стоит на сегодня 237 тысяч путевка. И поэтому мы обращались уже к Акиму области и теперь сегодня на личном приеме хотим, чтобы Аким области нас поддержал с этим обращением, чтобы с местного бюджета выделили средства. К Акиму области группа активистов все-таки попала, с их проблемой уже знакомы. Ее пообещали решить. В следующем году для сопровождающих заложат деньги в областном бюджете. А вот Тамара Миткевич записалась на прием к главе города. Женщина просит, чтобы на многоэтажку, в которой она живет, обратили внимание. Дому номер 69 по улице Пушкина уже 60 лет и ремонта в здании никогда не было. Нет во дворе и детской площадки. Нам очень понравилось, что нам пообещали все это сделать, включить в планы 2024 года. Очень много рекомендаций дали. Я считаю, что это будет все выполнено. И мы уходим с благодарностью и с большой надеждой, что все-таки ремонт дома состоится. Единый день приема граждан в этом году проводится в третий раз. Сегодня в здании Жастар-Сарае многолюдно. Чтобы задать свои вопросы и рассказать о проблемах, люди приехали почти со всей области. Больше всего желающих попасть к главе региона и Акиму Кустанаем. Основные темы – жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение и ремонт дорог. Первый день проведения единого дня приема граждан обратилось около 200 граждан. Из них 81 жителю были даны разъяснения в рамках законодательства. Акимам области и заместителями Акима области. По 38 вопросам были решены положительно. То есть здесь на месте руководство Акимата области, руководители государственных органов пытались решить вопросы на месте. Жулдыс Ильясова отмечает, что подобный формат встреч уже показал свой результат в феврале и июне. Люди получают ответы от госорганов оперативно. В Акимате намерены проводить их и впредь. Алексей Краснов, Алияда Смагомбетова, РТН.